так пока люди потихоньку собираются покажу где я буду вести эфир вот вот так вот бассейн пальмы птицы и сейчас еще подключиться и начнем игорь привет как твои дела вот здесь я буду проводить свой эфир так всем привет и сейчас я буду рассказывать как худеть в течение восьми недель этого первых да я на пхукете и игорь привет специально рубашку надел чтобы ваше внимание привлечь вот и расскажу про свой курс и покажу результаты подопечных которые в этом курсе участвовали вот ты на бали нифига себе круто я тоже планировал но пока немножко планы поменялись сейчас я выставлю штатив и начнем вот давайте сейчас быстро расскажу вкратце что вообще будет на курсе первое мы поставим цели на ближайшее время я расскажу как худеть в течение там первых восьми недель пошагово покажу кейсы своих подопечных которые участвовали в этом курсе покажу фото их мнение по этому поводу ну и расскажу на сам курс потому что сейчас будет на него самая дешевая цена и потом она постепенно будет повышаться вот и начнем с того что большинство людей не начинают потому что боятся что у них не получится на самом деле где уже говорил stories of это очень большая ошибка сомневаться в себе потому что если сомневаешься ты в себе то в тебе начнут сомневаться другие поэтому эти мысли нужно сразу отбрасывать из головы и просто начинать делать люди обычно прям готовятся к похудению как к чему-то страшному а для этого просто необходимо внедрить какие-то правильные даже не привычки а действия в свою жизнь и вес тогда будет постепенно и регулярно уходить вот поэтому пообещайте мне что если вы получите эту информацию вы начнете ее применять пообещаете мне пообещайте себе что это будет ваше последнее похудение и не будет такого как у большинства людей что по статистике они худеют два раза в год к лету и новому году чтобы к этому новому году вы как минимум уже продолжали продолжали худеть они начинали вот и многие люди говорят мне не хватает мотивации так вот в первую неделю что нужно сделать это расписать свои мотивы поставить цели определиться для чего это надо подумать какой результат ты получишь по итогу если ты получишь просто минус килограммы то это не будет тебя мотивировать и с высокой вероятностью ты бросишь но если ты понимаешь что это даст тебе здоровье это даст тебе уверенности это даст тебе привлекательности это позволит тебе зарабатывать больше денег это позволит тебе делать то что ты раньше не делала не знаю путешествовать залазить на горы там гулять со своими детьми без боли в спине и тогда у тебя на чаше весов будет вот здесь продолжать худеть и получить вот это все либо бросить и ничего не получить и в такие моменты человек более замотивирован продолжать делать но рано или поздно мотивация кончается и об этом поговорим позже также на первой неделе тебе стоит сделать замеры сделать фотографии многие девочки боятся этого делать но этого бояться не стоит потому что это естественно это ты и у тебя есть возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону это нужно сделать для того чтобы объективно отслеживать свой прогресс чтобы не было так что ну вроде бы похудела вроде бы скинула а когда ты делаешь замеры ты наглядно видишь в цифрах в килограммах в сантиметрах в по фотографии ты видишь какой у тебя прогресс и прогресс начинает мотивировать для первого времени тебе нужно найти какой-либо план питания комфортно для себя чтобы в нем не было больших ограничений по той причине что если он будет очень жесткий ты не сможешь на нем держаться долго и с большей вероятностью бросишь поэтому он должен быть для тебя комфортный обычный но по калорийности чуть чуть меньше чем ты ешь обычно тогда ты можешь позволять себе все что угодно ешь просто в меньшем количестве и вот этот план питания даст тебе уже первый результат на первую неделю на вторую неделю чтобы ты смогла замотивироваться и продолжить потому что нас очень сильно мотивирует результат и де мотивирует отсутствие результат далее нужно увеличить активность и активно здесь нужно увеличить не для того чтобы больше худеть быстрее а для того чтобы когда ты худела ты сохраняла свои мышцы для этого тебе не нужно сильно упарываться на тренировках достаточно комфортных комфортных тренировок которые тебе нравятся если там есть какие-то упражнения которые тебе не нравятся лучше их исключить по той причине что из-за нелюбимых упражнений это будет ты будешь себя заставлять это делать и с большей вероятностью опять же бросишь это что стоит сделать на первой неделе для того чтобы начать худеть определиться с мотивами определить точку б у этой при деле точку определить точку бы определить какой результат ты хочешь конечно этого цель чтобы не было похудеть стать привлекательнее подтянуте чтобы ты понимала сколько тебе нужно времени чтобы еще достичь этого результата потому что стать красивее это не совсем объективно и не может отслеживать эту цель найти комфортно для себя питание начать тренироваться с любимыми упражнениями что стоит сделать на первой неделе на 2 и на 3 недели нужно сесть и разобраться с внутренними возражениями то есть это те возражения которые не дают тебе дойти до результата какие-то мысли у меня не получится может быть какие-то проблемы на работе те события которые приводят тебя срывом те действия которые приводят к тому почему ты бросаешь выписать их все и найти к каждому каждой проблеме свое решение и когда это случится взять этот лист и следовать по инструкции чтобы у тебя не было большого выбора что сделать бросить либо не бросить а когда у тебя прописана инструкция что если произойдет вот это я сделаю вот это то есть если я захочу бросить я посмотрю какие мотивы я записала и это дальше будет меня мотивировать вот исключить постараться по максимуму исключить те факторы которые являются раздражителями и из-за которых ты бросаешь вот и этого тебе еще хватит на две недели для того чтобы ты продолжала худеть и то есть у нас уже прошло три недели так на четвертой неделе когда у тебя уже появятся первые результаты ты будешь замотивирована начать работать со своей самооценкой потому что у большинства девушек возникают проблемы с неуверенностью самооценкой им некомфортно ходить в зал потому что они думают чтобы мне подумают другие и когда у тебя появятся первые результаты изначально самооценка повысится начать работать самооценкой для того чтобы ты чувствовала комфортно себя везде на пляже выбирая одежду идя в зал чтобы ты чувствовала себя уверенно и если будешь работать уверенно ты будешь работать с большая дача и с большей вероятностью ты добьешься своего результата так этого тебе хватит еще на одну две недели чтобы ты не бросила после чего на седьмой неделе есть вероятность что у тебя возникнут мысли что нахер все хочу бросить хочу много есть не хочу ничего не делать и на уже на шестой неделе тебе нужно поработать над теми возражения которые мы записали заранее открываешь лист и смотришь что если в этой ситуации я захочу бросить то я буду делать вот это если у меня нету то я буду делать вот это если у меня нету готовой еды которая приготовила то я буду делать вот это для того чтобы ты продолжала потихоньку 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 прогрессировать но человек на своей воле долго не может выехать потому что есть как сказать есть факторы внутренние которые тебе не дают этого сделать и часто они связаны с расстройствами пищевых поведений когда человек переедает не потому что он голодный а переедает когда у него есть какие-то негативные эмоции когда у него есть положительные эмоции когда он видит красивую еду когда он очень сильно себя ограничивает у него все время мысли о том что я сейчас сорвусь и срывается и для этого тебе нужно ознакомиться и понять есть ли у тебя какие-либо расстройства пищевого поведения что такое все расстройства пищевого поведения это вот как раз таки когда человек ест не из-за каких-то внутренних факторов не тогда когда он голодный а каких из-за каких-либо других раздражителей стресс гнев усталость красивая еда что еще может быть какие-то жесткие ограничения это могут быть ограничения себя эмоционально и в такие моменты человек пытается это все купировать с помощью еды и опять откатывается назад хочет бросить думает я такой плохой я сорвался и бросает вот в этот момент тебе нужно разобраться в в этой теме понимать что такое расстройство пищевых поведений и продолжить дальше и по итогам вот этих уже прошедших наш семи недель тебе нужно весь закрепить этот результат сделать последний рывок максимально показать свой результат ввести все правильные привычки в свою жизнь и после этого когда ты уже получила первый хороший свой результат за первые восемь недель тебе можно уже будет отдохнуть чуть-чуть расслабиться отдохнуть от тренировок отдохнуть от питания и после того когда ты эмоционально восстановишься физически восстановишься продолжить идти дальше то есть вот этот отдых это не будет для тебя являться срывом ты просто будешь понимать что я могу сделать этот отдых в любой момент и после того когда ты отдохнешь опять продолжить идти дальше вот и этому как раз таки этим восьми неделям соответствует мой новый трансформационный проект по похудению многие о нем не знают немного расскажу о том что у нас он будет длиться восемь недель почему восемь они месяц либо две недели почему не десять дней потому что за две недели за месяц нельзя добиться объективно хорошего результата визуально даже на самом деле два месяца этого мало но девочки продолжают худеть также еще после курса и это им позволяет прогрессировать прогрессировать вот у тебя сейчас есть два варианта ты можешь попробовать это сделать все сама и я этому очень буду рад что если ты все это сделаешь сама но какие здесь есть вероятности что ты не сможешь найти какую-то информацию у тебя не будет времени для того чтобы найдя эту информацию с ней структурировано ознакомиться тебе нужно будет время чтобы найти комфортно для себя план питания на эти тренировки есть очень много факторов которые будут также демотивировать тебя либо начать вместе с нами где у тебя это вся пошаговая инструкция уже будет тебе останется только делать для этого времени много не надо и что ты по итогу получишь ты получишь свои 5 6 7 10 килограмм если вес очень большой то может быть и больше и станешь более увереннее ты будешь понимать пошагово как тебе нужно действовать в той иной ситуации если ты захочешь сорваться у тебя поед пропадет отдышка ну то есть зависимости кто с какими целями придет вот и многие думать у меня нету времени у меня нету сил у меня не получится я хочу вам показать одну девочку которая была на курсе и так сейчас хочу показать вам одну девочку которая была на курсе вот у нее было очень мало времени у нее было очень много сомнений в том что у нее не получится у нее маленький ребенок который занимает очень много времени потом ребенок попал в больницу она с этим ребенком там была то есть весь курс у нее были какие-то трудности которые ей мешали но хочу сказать что у нее был самый лучший результат у нее было чуть больше минус десяти килограмм это выглядела на вот так после чего она влезла в свое вот это платье в котором она была по-моему 5 или 7 лет назад и по итогу у у нее был вот такой результат и общавшись с ней она сейчас продолжает худеть она сказала что мне страшно представить как я могла быть такой как я вообще до этого докатилась ноги сейчас я больше себе этого не позволю потому что я знаю как действовать и я больше не хочу возвращаться вот в то тело которое у меня было были еще другие девочки которые были достаточно при этом худые назовем их так вот покажу пример эта девочка похудела на по моему четыре с половиной килограмма но при этом у нее вес уже был 54 и даже она при том что она тоже была достаточно занята у нее достаточно занятая была работа она скинула 4 килограмма если предыдущая девочка скинула больше десяти килограмм но у нее вес больше был даже с маленьким весом вы можете добиться хорошего результата и еще все время про нее говорю мне кажется буду говорить всегда возможно вы ее даже видели это ксюша это моя подопечная с которой мы работаем практически наверное когда я начал обдуманно тренировать людей мы тогда уже с ней похудели на минус 25 килограмм даже можно чуть больше потому что изначально мы не сразу сделали замеры не сразу сделали взвешивание но она опять же пошла ко мне на этот трансформационный проект и на нем скинула 5 килограмм вес у нее был 50 ой 60 по моему давали 63 сейчас 57 килограмм 57 килограмм то есть от изначальных 90 или там 88 но вот этой фотографии сейчас 85 по моему было она дошла до веса 57 килограмм она сделала это не быстро она сделала это не за неделю но она делала это регулярно по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть скидывая и добившись результата вот в 57 килограмм у нее сейчас она к сожалению в этот раз не сможет участвовать потому что она уезжает в питер и там у нее не будет возможности но также бы она бы участвовала в этом проекте чтобы продолжить ходить дальше вот и я у своей подопечной спросил как ты думаешь почему у тебя получилось похудеть на этом проекте почему ты раньше пыталась и не получилось почему получилось сейчас что тебе больше всего понравилось и чтобы ты порекомендовала тем девочкам которые хотят похудеть которые сомневаются начать ли им не начать вот давайте посмотрим почему я стала худеть на курсе а раньше не получалось со мной потому что информация которая была в моей голове она была в полном хаосе а даня смог все разложить по полочкам и я стала понимать в чем моя проблема конкретно моя проблема почему я не могу похудеть на курсе очень интересно мне понравилось то что в группе все общаются все свои проблемы рассказывают мы это обсуждаем все вместе друг другу помогаем поддерживаем я все без исключения рекомендую поучаствовать в курсе данила кто хочет изменить свою жизнь лучше кто хочет повернуть ее на 180 градусов лучшую сторону полюбить себя почувствовать все наши фута главное начать действовать и тогда все получится почему у нее получилось у нее в голове было много информации но она была достаточно не структурированная была перемешана с какими-то ее мифами о похудении но когда у тебя есть пошаговая инструкция что нужно делать что не нужно делать ты просто берешь и делаешь и при этом как она уже сказала по поводу группы всем нужна поддержка даже мне нужна поддержка хотя я это отрицаю но все же в первое время я начал информировать всех с кем уже был когда-либо знаком говори у меня будет проект я не получил обратной связи все-таки ну такие кейки у меня начали опускаться руки но потом мне говорят данил ты чё проект крутой были ты помогаешь людям продолжай делать так же и я продолжаю делать у меня в час время от времени сейчас стало на самом деле сейчас участвовать чаще у самого возникают мысли что нахер это все брошу но я понимаю что я этому учу людей не бросать и сам продолжаю для этого нужна поддержка это могут быть как друзья родственники так и какие-то единомышленники в группе и по поводу возникающих проблем хочу сказать что абсолютно все проблемы абсолютно все проблемы решаемые если говорить о них и очень часто корень проблемы и лежит гораздо глубже нежели чем тебе кажется но вот просто приведу с временем если у человека нет свободного времени первое что приходит в голову это как минимум а для чего тебе нужно много времени тебе достаточно 15-20 минут для начала на тренировке приготовить еду ты и так готовишься что-то ешь если это магазин и может быть есть меньше расписать свой план дня и подумать над мотивами может быть просто это одна из причин чтобы не начинать и абсолютно к любой другой проблеме есть решение если человек не знает как правильно питаться и поэтому не худеет нужно просто взять эту информацию которую делают другие посмотреть сходится она с твоей начать делать то есть абсолютно все проблемы решаемых без исключения если ты переедаешь найти причину почему ты переедаешь исключить ее и опять же все проблемы решаемы вот поэтому она и сказала что она нашла решение этих проблем которые были лично у нее вот и теперь просто вот закрой глаза и подумай вот что сейчас тебя останавливает какие внутренние проблемы тебе не дают начать добиться того результата которого ты хочешь вот может быть это какие-то неправильные действия может быть это не какие-то неправильные мысли может быть это какие-то события вот что тебе сейчас не дает получить тот результат который ты хочешь и ответь себе нужен ли тебе этот результат или не нужен так хорошо и сейчас у тебя есть такая возможность начать работать вместе с нами многие хотели но у меня цена за личное ведение непосредственно в зале 20 тысяч рублей за онлайн ведение за месяц 15 тысяч рублей курс будет стоить сейчас нынешняя цена за обычный стандартный пакет где будет все мной перечислено он будет стоить сейчас 9000 рублей каждые три дня цена постепенно будет повышаться потому что я люблю людей которые готовы действовать сразу не откладывать не тянуть время будет еще пакет где будет все но без чата хотя его вам не советую потому что поддержка очень нужна объяснения очень нужны он будет стоить 6000 даже 656 500 и будет все то же самое только когда человек будет скидывать мне это все свои отчеты все свои вопросы лично это по большей части нужно для тех кто стесняется участвовать в общем чате но я все таки вам рекомендую общаться вместе со всеми и получать результат вместе со всеми потому что девочки могут подсказать свой какой-то опыт как они решали эту проблему и у вас будет свой личный пример который вы потом можете также помочь другим рассказать как вы с этой проблемой боролись вот такая цена будет до сегодняшнего вечера то есть до завтрашнего утра и потом постепенно каждые два дня цена будет повышаться поэтому если ты хочешь изменить свою жизнь избавиться от лишних килограмм стать более уверенней стать более привлекательней не стесняться на пляже не думать о том а что обо мне скажут обо мне скажут другие носить ту одежду которую ты хочешь и потом своим примером мотивировать других то просто напиши мне напиши хочу хочу в проект и 15 числа мы начнем с тобой уже работать и будем получать первые результаты вот всем спасибо за внимание сейчас посмотрю были какие-то вопросы да вот спрашивают по поводу цены у нас будет 3 цены это 6500 где ты получаешь просто информацию но не получаешь обратной связи просто канал с информацией где ты получаешь абсолютно все где будет все то же самое но я отвечаю на все вопросы мы все это контролируем каждый день мы проверяем отчеты каждый день мы проверяем технику тренировок чтобы все выполнялось правильно отвечаю на вопросы дополнительно будет куратор контролировать скинула ты отсчет или нет будет напоминать тебе и есть он будет стоить 9000 сейчас и личное ведение оно будет стоить 14000 там все то же самое только не в общей группе а face to face и цена постепенно будет повышаться да света спрашивает решил надеть костюм теперь решил надеть рубашку да рубашку я надел для того чтобы вот мне написали такой вот комментарий чтобы какую шляпу дурную надел но у меня нету либо вот можно взять водный пистолет вот либо либо надо было очки надеть хорошо всем спасибо кто присутствовал на эфире если ты хочешь начать подумать что тебя останавливает не будь как 90 процентов людей которые так и не начали только думают об этом наконец-то начни уже делать начни делать хотя бы чуть-чуть по малому совсем по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть где добьешься хороших результатов вот опять же пример ксюша начала по чуть-чуть где-то были трудности где-то останавливалась может даже где-то шаг назад делала но регулярно регулярно по 100 по 200 по 500 по 600 по 700 грамм она скидывает каждую неделю и она добилась уже результата в минус 30 килограмм 30 килограмм если брать за там за три года всего лишь там по 200 грамм по 100 грамм в неделю то ты можешь получить минус 40 килограмм поэтому никогда не пренебрегайте маленьким прогрессом силой маленьких чисел если вы каждый день будете добавлять там по одному отжиманию то за полгода вы сможете отжиматься там 100 200 300 раз вот все спасибо эфир сохраню если есть какие-то вопросы задавайте мне их в личку все всем спасибо это прием м Продолжение следует...